привет друзья это выживатор и сегодня я буду выживать в игре the last of us 2 за игру хочу сказать спасибо моему другу роману который мне подарил ее если бы не этот подарок это прохождение могло бы вообще не появится на моем канале либо появится сильно позже потому что за полную стоимость я покупать игру был не готов поэтому давайте поблагодарим моего друга романа и паста хотя бы перейдем по ссылке в описании и подпишемся на его канал в качестве благодарности а можете написать ему привет от выживатора это будет приятно и ему и мне у них были очень сложные взаимоотношения поначалу джесси привет прости я проспала дай мне минутку я оденусь но у тебя после моего ухода та еще ночка была она поцеловала меня просто дина такая дина это ничего не значит я вообще-то твоей ссори с этом ты целовалась диной я думал мы с ней неделю как расстались а ты к ней лезешь нет она наверное хотела чтобы ты ревновал я бы не да я прикалываю мне все равно одевайся ты ужасен ужасно то что ты сделал и собирайся мы опаздываем нормально в их ситуации действительно нормально судя по всему у нее похмелье после вчерашнего это комната очень походит на комнату обычного подростка до апокалипсиса даже слишком учитывая обстоятельства но зато у нее здесь есть целая я думаю что это даже либо целый дом либо какая-то часть дома потому что раньше у нее было просто койка когда она жила босса не маленькой комнате отстой молчи я собиралась вставать правда ты все взяла короче с утра все разговоры о тебе что я же все правильно понял ты целовалась диной она со мной из-за чего сет назвал тебя нехорошим словом потом джоэл ему врезал просто толкнул и ты наорала на джоэла вот этого я не понял вчера был странный вечер да прикольно ведь жале не видел очень интересно посмотреть на то как они живут как всегда занимаются хозяйством в первой части мы видели как люди живут в бостоне но там было меньше каких-то активностей интересных в теплицах выращивают что-то в столовке у них там система орошения не знаю скажи и ты меня не видел я ты мне вообще друг или как что за наезд но у них тут тесновато конечно это хорошо что тут есть медведи они я думаю зараженных перебили не меньше наше и лесах машины смотря какой зараженный смотря какой медведь слушай но ты не в обиде да на тебя добро тут они живут прям как на диком западе ну там даже телега какая-то делается привет старичок да давай почешу эй или ничего себе погоди ты дай разговоры по подслушивать вот у них много детей естественно спокойная жизнь вдалеке от городов и хорошая защита помогают им жить нормально относительно нормально едят они тут не крыс как некоторые люди в бостоне а судя по всему олени я сегодня поговорю Судя по всему, живут дружно, помогают друг другу, живут не по волчьим законам. Не едят людей, как поселение из первой части. Это супруга Томми. Судя по всему, живут дружно, помогают друг другу, живут дружно. Мария сказала, вы с Диной идёте в патруль, я сделал вам сэндвичи. Ладно. С говядиной? Спасибо, сэнд. Да, ну... Будьте осторожны. Ага. Тут нельзя ничего подслушать ещё интересного. Тут что-то лежит. Близняшки Кин. Настоящие имена Офелии и Зандра. Близняшки Кин появились на свет в лаборатории Блик в результате эксперимента по усилению человеческих чувств. После того, как опыт был сочтён неудачным, их подбросили на порог с сиротского приюта. Там они выросли и узнали о своих необычных способностях. Офелия глуха с рождения, но обладает крайне острым зрением в видимом инфракрасном и рентгеновском диапазоне. Зандра, напротив, полностью слепа, но способна за много миль услышать малейший шёпот или звук шагов. Вместе эта пара представляет серьёзную угрозу для любого врага. Я хочу, чтобы ты подменил Томми и Джоэла. Ребятам давно нужна передышка. Где мне их искать? В опорном пункте на северо-западе. Они будут там к вечеру. Яйца, молоко, хлеб. Заражённые стали попадаться слишком часто. Ладно. Я хотел осмотреть тропы у ручья. Надо кому-то это поручить. Элли, знаешь тропы у ручья? Не знаю. Дина там бывала. Вот пусть вдвоём исходит. Значит, решено. Замечательно. Иди сюда. Тут у них детский садик, да? Да. Обучают. Или школа. Ну или что-то. И то, и то. Эй, Дина, дела ждут. Ага. Подожди минутку. Проводи свою подружку к конёшне, пожалуйста. Боже мой. Дина! У тебя есть минутка? Ребят! Стоп игра! Надолго! Утро! 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 Привет. Привет! Я хотела извиниться за то, что вчера сбежала. Да ладно, чего ты. Я всё понимаю. Мне само и совестно. Почему? Это же я тебя подставила. Взяла и зачем-то поцеловала тебя на глазах у всех. Ты напилась, бывает. Всё равно, ты просто не думай и... Да я поняла, это так. Прикол. Знаешь, что я в тебе люблю? Ты меня никогда не перебиваешь. Ладно, нам, наверное, уже пора ехать. Ай! Вы охренели? Я вообще не играю! Потому что трусит! Этот пацан меня бесит. Надерём ему зад? Да, давай. Ну, держитесь! Мы вас уроем, гадёныши! Ой, фигеть! Прячься! Быстрей, быстрей! Ай! Как из катапульты! Иди сюда! Отсоси! Так. Вами не снова. О, ну, держись, маляка! На тебя! Бум! Жени снег, опарыш! Я тебя сейчас наваляю! По-настоящему! А ну, идите сюда! Поганцы мелкие! Попа! Попа! Нравится! Нравится! Ага! Попробуй, попади! Ааа! Выпусти! Лучше прячься! Ага! Тебе в харю! Ха-ха-ха! Это забавно! Да! кто тебя научил да блин прячемся это было забавно в первой части тоже были подобные игры и в основном они касались именно dlc когда девочки развлекались что он послал нас вместе тебе понравится доброе утро доброе утро спасибо спасибо вот умница смотри кто пришел спасибо пойдем пошли а патроны открывайте успокоились детки слушайте вы все знаете идете по маршруту отмечаете в журналах убиваете зараженных если не можете с чем-то справиться возвращайтесь будьте разумны ну ладно пошли пошли вот такое вот возвращение в дикий запад поиск что подпишись в 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